Такой нам запомнилась эта спортивная неделя. Я на этом с вами прощаюсь, но выпуск еще не завершен. Впереди наша традиционная рубрика «Герой недели». В ней вы поближе познакомитесь с главным тренером хоккейного Сочи, легендарным хоккеистом Вячеславом Буцаевым. До встречи. Реально всего это место работы, наверное, да, но и я бы так не говорил отрицательно, что это не наш дом, потому что там, где ты работаешь, там, где ты получаешь удовольствие, работая у меня в команде, в отношениях, не работая. Я думаю, что, наверное, и город Сочи можно уже считать родным. На самом деле, наверное, здесь не было ничего неожиданного. Все понимали, уже было объявлено, что после Олимпиады в Сочи должна быть профессиональная хоккейная команда. Переговоры прошли достаточно быстро, было пару собеседований, ну и в конечном итоге выбор пал на моей персоне. Вот, в принципе, так и рождалась эта команда. И здесь уже мы начинали работу с нуля, набирали все, полный спортивный штаб, полный, ну, можно сказать, административный штаб. То есть строилась команда с нуля, но хорошо, что здесь была богатая инфраструктура, и с этим было легче. Первый сезон – это сезон становления. Да, наверное, в первом сезоне нам, так же, как и во втором, нам не ставились какие-то суперзадачи, но мы, прежде всего, сами максималисты, сами ставим максимальные задачи перед собой. Очень много было и в первом сезоне хорошего, было много проблем с комплексованием команды. Да, в принципе, как и в последующих сезонах, так как мы работаем только на рынке свободных агентов, или что мы можем взять, так скажем, бесплатно. Поэтому он каждый интересен, каждый сложен в своем ракурсе, в своем понимании. Поэтому здесь я бы не сказал, что пугает трудность, а здесь, наоборот, интересно преодолевать. Первостепенная задача для нашей команды – это попадание в плыль. Почему? Потому что, опять же, состав практически ежегодно обновляется, ну, в этом сезоне он обновился у нас процентов на 65. Поэтому ребята должны понять, те, которые пришли, притереться, понять все схемы, все детали, все мелочи, все требования, которые предъявляются. Ну, и естественно, естественно, что сами перед собой, опять же, мы ставим максимальные задачи. Конечно же, это клуб ЦСКА. Я считаю, что это, наверное, ну, так, если вы говорите нашим языком, да, это наш МГУ советского хоккея, который главлял на тот момент наш легендарный, уже не ушедший, Питер Васильевич Тихонов. Поэтому, если не каждый, то многие мечтали попасть в этот клуб. Это было и престижно, это было почетно, и это был, наверное, пик вот того айсберга, хоккейного айсберга в нашей стране. Как попал, все достаточно просто. Начал я играть дома в команде второй лиги «Торпеда Тольятти». Потом ее переименовали команду «Влада Тольятти», которая вышла в первую лигу. Ну, подошел в возраст служителя датсоевской армии. И клуб ЦСКА обратил внимание на талантливого паренька с периферии. Естественно, сначала, там, первые несколько дней, конечно, ты заходил и смотрел, как на небожителей, на этих ребят. Боялся поздороваться. Но, опять же, на то они и великие люди, что они никогда не ставили свое личное «я» выше, чем команды. Вот, наверное, этим на тот момент был силен ЦСКА, что все говорят, что такое дух ЦСКА, да, что там каждому помогали. Именно помогали в плане становления не только тренера, но и игроки. Это был официальный матч чемпионата Советского Союза против Воскресенского химика, в котором мы добились победы. Партнеры мои были по тройке Андрей Коваленко и Евгений Шастин, который был, так скажем, батькой-наставником двух молодых ребят. Сыграли мы хорошо, даже забили гол. Евгений Шастин забил гол в этой игре. Ну, самое главное, что команда забилась в положительном результате. Это был 92-й год, как раз после Олимпиады. Да, 92-й, сезон 92-93. Тогда для нас это было все далеко и непонятно, что такое НХЛ. Ну, потом потихоньку уже, когда первые наши хоккеисты стали уезжать туда играть, то уже начинали более-менее понимать, осознавать. И, конечно же, ситуация на тот момент в нашей стране, ну, она, наверное, так скажем, заставила или подтолкнула сделать этот выбор. Успешный, да, сезон. Для меня был второй сезон в Филадельфии. Я уже немножко понял, как приспособиться к жизни, к быту, к общению, к хоккею. Он был, наверное, самым так успешным. Конечно, и партнер у меня на тот момент был, который понимал меня, я его понимал. И мы получали так удовольствие от игры. Ну, это был шведский нападающий, Майкл Ренберг, вот, постоянный. Но потом, как в НХЛ принято, бизнес есть бизнес, кто-то искал усиление, кто-то... Меня уже обменяли в другой клуб. Это уже, ну, ближе, ближе, наверное, к декабрю. Вот так вот. А начало сезона, да, действительно, у меня было... Было хорошее, и игра получалась, и статистические показатели были хорошие. Было контрактное предложение после окончания первого контракта в Северной Америке. Было предложение, не было предложения из Северной Америки, от клубов. Ну, и в России тоже непонятно было, что. Ну, вот предложили, сказать, хотим пригласить тебя в шведский клуб. На самом деле, не просто так. Почему? Потому что, наверное, я на тот момент, так скажем, пытался доказать людям, да, там, в той же Северной Америке, в НХО, что не совсем разобрались, не совсем увидели. Поэтому вариант со Швецией выполнил просто так. На тот момент уровень этого чемпионата, наверное, был самым лучшим в Европе. Хотя и в Швеции пришлось сменить клуб по ходу сезона. Вышло так, что я не знал ничего о шведском чемпионате. Ну, агент сказал, что вот есть предложение такого-то клуба, клуб, который только вышел в элитный дивизион. Потом уже я понял, что это полупрофессиональный клуб. В основном, игроки этого клуба, они, основной работой у них была какая-то работа где-то. Кто-то работал в автомобильном заводе, кто-то в сфере, в бытовой сфере, кто-то в офисной сфере. Ну, приходили, собирались, потреновались играть. Ну, вроде как бы сыграли нормально. Ну, я понял, что здесь, в этом клубе, я не смогу показать и прогрессировать. И уже попросил, чтобы меня обменяли. Просил, чтобы нашли мне другое место работы. Так вот, оказался я в другом шведском клубе, в котором руководителем был такой знаменитый шведский нападающий Фокен Лоб. И в этот сезон мы стали чемпионами Швеции. Со мной из русских еще был Сергей Фокен, такой защитник Спартака. Он уже долгое время там играл. Ну, мы стали первыми российскими игроками, которые стали чемпионами Швеции. Наверное, я отвечу так, что я всегда приезжал в сборную, когда приглашали в сборную, когда я был свободен, так скажем, от игр в зарубежных чемпионатах. Я всегда откликался на вызов в сборную и считаю, что, наверное, ну, грех жаловаться, когда ты становишься обладателем всех наград первенства мира, олимпийским чемпионом, чемпионом игр доброй воли. Да, если раньше, там, десятилетиями люди играли в сборной, но пришло другое время, и поэтому, может быть, не всегда часто мне удавалось играть в сборную, но, тем не менее, я считаю, что у меня сложилась хорошая карьера. Возможно, может быть, еще пару сезонов, конечно, и можно было поиграть, но уже судьба, она расставляет все по своим местам. Наверное, здесь больше вопросов психологии, готов ты или не готов. Понятно, что рано или поздно спортсмен заканчивает свою профессиональную карьеру. Здесь уже стоит выбор, что ты такой путь дальше выбираешь в жизни. Ну, у меня так получилось, что я вот захотел выбрать ассоцией в этой профессии. Я думаю, что и у многих ребят, кто провел больше 20 лет в хоккее, а то и 30 лет, ну, это уже профессия. Поэтому у кого-то она получается, у кого-то не получается, у кого-то, кому-то требуется больше времени, кому-то меньше. Это как и в жизни, как и в любой другой сфере деятельности. Раньше ты был абитуриентом, потом ты становишься преподавателем, потом ты становишься профессором, доктором науки. Попугать, наверное, не за что. Ты работаешь, понятно, что есть опытные специалисты, есть молодые специалисты. Поэтому, конечно, в любом деле методом проб и ошибок ты становишься сильнее, ты набираешься опыта. Ну, я не сразу стал главным тренером, да, я для этого поработал очень много помощником главных, главных тренеров на другой должности в хоккее, был тренером молодежной команды. Поэтому я считаю, что вот именно ту ступень, да, или ту лестницу развития, которую, я считаю, наверное, должен пройти тренер, который хочет действительно реализовать себя в этой профессии, я ее прошу. Есть такое выражение, чтобы стать тренером, нужно себе убить игрока. Конечно, ты где-то думаешь, может быть, что я бы сыграл так, а если вот этот игрок играет так, и получается лучше, то получается, что, наверное, ты неправильно бы сыграл. А главное, чтобы он мог, да, тот игрок мог это выполнить, мог выйти победителем в той микродуэли. Ну и, конечно же, свой опыт, свои какие-то мнения, естественно, высказываются. То есть для этого и работает тренер, чтобы подсказать игрокам, чтобы ему было в той или иной ситуации комфортнее и удобнее, чтобы он правильно принял решение. Самое больное, наверное, это, конечно же, поражение. Ничто не переносится так, как поражение, да, никакие травмы, никакие болячки. Они переживаются так вот именно, как поражение. Если это еще поражение в каком-то финальном матче, то здесь, ну, поражение, которое значит для команды, для себя, для страны очень много, то они оставляют, как заседает занозы в памяти надолго. Ну, естественно, мы тоже люди, и мы не можем жить постоянно. Я считаю, что это тоже жить только вот под этим психологическим средством, нагрузкой. Мы так же люди, и так же нам требуется, необходимо переключаться. Это всегда помогает. Так что все, все, все как бы земные, земные, ну, правильные, да, прелести, они доступны. Пагубных привычек не имею, а все, что касается быта, кино, театры, концерты, время провождения с детьми, какие-то другие спортивные мероприятия, в том числе и горные лыжи, то, что есть у нас здесь, это все принесет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова